Международный пасхальный фестиваль «Радость», который проходит в эти дни, вплоть до вербного воскресения в Минском дворце искусства Козлова-3, объединяет в себе пасхальную выставку-ярмарку подарков, а также, и это, пожалуй, главное, духовную, культурную, детскую и благотворительную программы. Каждому здесь можно найти занятие по душе и детям, и взрослым, и офисным работникам, и чиновникам, предпринимателям, творческим людям, общественным активистам. У строителей выставки «Сестры Свято-Елизаветинской и Бетелеминска» продумали программу фестиваля таким образом, чтобы на те или иные встречи и акции откликнулась душа каждого человека. И программы для детей, и концерты, и беседы, что это все-таки от души. Я уверен, что это от души. Те люди, которые занимаются этим, я их лично знаю, это сестры нашего монастыря, которые, понимаете, они не лукавят и не фальшивят. Вот в этом я точно убежден. Это искренне. Точно. У нас нет никаких корыстных, никаких человеческих, каких-то, понимаете, земных вот таких интересов, которые бы закрывали от нас Бога. Прямо во входа на третий основной этаж, где разместились павильоны большинства участников фестиваля, посетителей встречает экспозиция благотворительной акции «Красное яичко». Здесь собирают средства на обустройство женского подворья обители, которое принимает женщин-инвалидов, женщин, вышедших из мест лишения свободы, ненужных ни близким, ни безликому обществу. Тем не менее, монастырь пытается пристроить этих людей, дать женщинам и кровь, и работу, и духовное попещение. Средства, вырученные от акции «Красное яичко», пойдут на благоустройство храма преподобного Сергия Радонежского, а также теплиц и швейной мастерской на подворье. Я не пропускаю ни одной православной выставки уже очень много лет, и принимаю участие во всех благотворительных акциях. Я просто считаю, что все должны это делать по силам, по своим, по возможности. И Святой Елизаветовский монастырь вообще очень хороший монастырь, они очень много делают. Псковое подворье там очень хорошее, но вот будет женское подворье, тоже очень хорошо. Я думаю, что это очень сложно, войти в социум после того, что с ними случилось. А, ну, сестры монастырьские очень помогают хорошо, да все люди помогают, те, которые могут помочь, помогают. Но это, наверное, для тех, кто в миру, это не совсем, ну, удобно, может, кто-то стесняется, может быть, не в силах помочь. А сестры помогают всегда, и поэтому, конечно, я думаю, что это очень хорошо. Там сейчас достраивается уже подкупленный храм, подобного Сергия Радонича, который был сожжен, кстати. Вот мы когда пришли, его сожгли просто, этот храм. Там есть люди, там совершается богослужение, там люди трудятся. Там мы хотим организовывать мастерские. В Белоруссии есть же женские тюрьмы, колонии, да, чтобы люди, у людей был шанс построить жизнь по-другому, вырваться из этого омута, греха. Поэтому все, что там делается, это все, понимаете, это все идет не в чей-то, не в карман там сестер, понимаете, которым хватило бы просто жить, молиться, читать псалтирь, записочки. Ну, тут немножко, знаете, так вот, наводить порядок и все. Можно было бы так, и все бы сказали, ой, какие духовные все. Вот у нас какие задачи. Призвал посетителей Международного пасхального фестиваля «Радость» помочь монастырю в реализации социальных проектов митрополит Минский Изославский Павел, патриарший экзар всей Белоруссии. Монастырь занимается очень серьезными, благотворительными делами, решает очень серьезные социальные и благотворительные вопросы. И мне думается, что Господь так все устраивает, что монастырь расширяется, монастырь укрепляется. А нуждающиеся люди продолжают приходить в эту святую обитель и черпать там и для души спасение, и для тела утешение. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск. Беларусь. Минск. Беларусь. Минск. Беларусь.